привет ты снова на канале at user help в этом видео я хочу рассказать как в браузере google chrome включить расширение в режиме инкогнито как ты знаешь у браузера есть такой режим который называется режим инкогнито вот его описание то есть ваши действия в таком режиме будут недоступны другим пользователям что значит что не будет храниться история браузера файлы куки не будут сохраняться сведения которые вы вводили и прочие прочие данные то есть режим довольно полезные и иногда необходимы но проблема в том что в таком режиме не работают расширения к предположим я хочу использовать расширение если в обычном в обычном версии браузера я легко могу использовать любое расширение к предположим я покажу сейчас на примере переводчика то есть здесь он работает а если эту же самую страницу я открою в режиме инкогнито то я уже не смогу воспользоваться расширениями никакими то есть вот это расширение которое переводит текст у меня здесь недоступно и вообще никакие другие расширения недоступны в режиме инкогнито но иногда расширение все же нужны и я сейчас покажу как как включить расширение в режиме инкогнито для этого мы зайдем в обычном браузере в обычном режиме в настройке далее найдем расширение и выбираем те расширения которые мы хотим чтобы работали в режиме инкогнито например это расширение я хочу чтобы работала в режиме инкогнито нажимаем подробнее пролистываем вниз и здесь есть пункт разрешить использование в режиме инкогнито и нажимаем включить все после этого мы заходим в режим инкогнито и можем пользоваться спокойно нашим расширением то есть мы совместили две функции и режим инкогнито и можем спокойно использовать любые наши расширения предварительно произведя настройку для каждого расширения то есть включив возможность использования в режиме инкогнито на этом у меня все если видео было полезным обязательно ставь лайк подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео всем пока и